Минэкономразвитие Цифры говорят о том, что в регионе растет реальная заработная плата. А в случае продуктивного 2018 года уровень бедности может быть существенно снижен. На заседании обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности, роста валового регионального продукта и привлечения новых инвесторов. По вашему поручению мы сейчас работаем по подготовке формирования нового бренда региона и маркетинга региона. В ближайшее время дорожная карта вам будет предоставлена, фактически уже готова. Ну и внедрение такой-то сочной жесткой системы контроля и мотивации муниципальных образований. Мы запускаем два раза в год рейтинг муниципальных образований по инвестиционно-предпринимательскому климату. Мы хотим анализировать и фиксировать ежеквартальное влияние силовых структур на инвестиционно-предпринимательскую деятельность. Это тоже отдельно обозначалось и президентом в Государственном Совете. Было ваше поручение в этой части. Все вот эти мероприятия сейчас у нас попали в дорожную карту. Мы сейчас ее согласовываем с коллегами и вам на подпись предоставим в ближайшее время. Сегодня Ульяновская область входит в число регионов-лидеров, работающих над улучшением инвестиционного климата страны. Тем самым помогает продвигать имидж России как современного и процветающего государства с растущей экономикой. Для нас наращивание инвестиционного потенциала – это жизненеобходимая задача. Если мы этим не будем заниматься, то регион по большому счету ждет большая стагнация и умирание. А раз так, то мы не имеем никакого права хоть на секундочку останавливаться. Важным остается вопрос снижения долговой нагрузки и роста валового регионального продукта. В этом году он составляет более 340 миллиардов рублей. Таким образом, двигаясь в этом направлении, Ульяновская область станет регионом мирового уровня. Кристина Жакот, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.